Привет! Тебя как зовут? Меня Коля. А меня Петрушка. Давай с тобой дружить? Давай. Расскажи мне немножко о себе. Что ты любишь делать, Коля? Я люблю делать, играть. А во что ты любишь играть? Расскажи мне, какие ты любишь игры. Бегать, прыгать. Еще люблю пинать мячик. Коль, а какое сейчас время года? 2015. А время года какое? Зима. Какие ты зимние любишь виды спорта? Ну-ка, расскажи про Петрушечки. Коля легко подбирает слова и не менее легко находит ответы. Он очень контактный, может запросто пообщаться не только с кукольным Петрушкой, но и с любым взрослым человеком. Увлечений у Коли много, и все они активные. У него больше склонности, я бы сказала, больше к спорту, больше к подвижным играм. То есть там он успешнее больше, чем в учебе. Учится Коля средне. Часто приносит неважные отметки. Учебная программа дается мальчику тяжело, поскольку он часто отвлекается и переключается на другие дела. Ему требуется помощь, массированная помощь взрослого. То есть с программой он тяжело справляется, так скажем, с учебной. И на занятиях тоже. То есть ему всегда нужны инструкции короткие, четкие. Всегда нужна помощь и руководящая роль. То есть он как-то, скажем, зависимый ребенок от взрослого. То есть руководящий роль всегда должен играть взрослый, авторитетный. Если помощь взрослого у Коли есть, все будет в порядке и с дисциплиной, и с выученными уроками. Николай ответственный ребенок и за результат переживает. Он вполне самостоятельный, может сам принимать решения. Но Коля все-таки подвержен чужому влиянию и за ним нужно присматривать. Мальчишке нужен позитивный образец поведения, для того, чтобы он мог брать с него пример. Некоторые вещи Николай усвоил твердо. Помогать маме тоже, убираться тоже. А побаловаться? Нельзя. Ну, хочется же. Чуть-чуть, но только мама будет плакать. Это будет ей что-то неприятно. А ты считаешь, что маму огорчать нельзя? Нельзя. А почему? Потому что мама тебя не огорчает, и ты ее не должен. Не только спорт привлекает Колю. Он с удовольствием принимает участие в детдомовских праздничных концертах. У мальчика неплохая память. Он знает много песен и стихов. На прошлый Новый год Коля загадал одно единственное желание. Поскорее домой вернуться. Домой вернуться? А тебе разве здесь плохо? Просто я хочу домой. А почему домой лучше? Потому что там мама рядом, папа. Взрослые считают, что у Коли не будет проблем в восстановлении контакта с приемными родителями. Нужно будет только уделить мальчику максимум внимания. При строгой структуре деятельности, если ребенка этого направлять, допустим, я говорю, как мама сейчас, пошагово. Сейчас мы делаем это, потом мы делаем это. Если ребенка этого структурировать, то с ним можно как бы справиться. То есть у него есть потенциал. То есть его просто не надо без внимания оставлять? Да. И его нужно постоянно направлять на какие-то положительные, позитивные действия. То есть вот тогда с этим ребенком у нас будет результат. Ребенка надо постоянно изучать. Это то, к чему я всегда призываю родителей. Я говорю, никогда не знаете, какого вы ребенка взяли. Конечно, каждый родитель сознательно или неосознанно стремится воспитать ребенка по своему образу и подобию. Он хочет, чтобы ребенок был похож на него, даже если это не родной, приемный ребенок. Но это бывает очень сложно сделать, потому что что-то бывает ребенку просто не дано. А вы посмотрите, что дано. Вот родители иногда возмущаются. Вот, я так старался, так хотел, ему это не дано. Я задаю вопрос, а что дано? Не знаю. Так вот надо знать, что дано. Надо постоянно ребенка изучать. Я всегда родителям говорю, ребенок растет, ребенок меняется. Помещайте его в разные условия, в разные ситуации. Вот он увлекся рисованием. Дайте ему возможность порисовать. Купите карандаши, краски. Вместе с ним порисуйте. Обсуждайте то, что он рисует. Если увидите, что у него есть способности, найдите ему учителя. Пропал интерес к рисованию? Захотелось фигурным катанием заниматься? Ну пусть позанимается немножко. Не надо ему становиться чемпионом. Любой вид деятельности, в который включается ребенок, его проявляет. Проявляет то, что заложено в нем природы. И чем больше видов деятельности ребенка освоит, тем больше он получит информации о себе, такой чувственной информации. И тем больше информации о нем получат родители. Меня зовут Влад. Мне 12 лет. Я люблю играть в футбол, вышивать, в компьютеры играть. С друзьями общаться. Гулять. Учиться. Учиться Влад действительно любит. Особенно русскому языку и математике. На русском он хочет красиво и правильно говорить. А вот математика нужна мальчику для того, чтобы считать деньги и детей. Хотя детей в планах пока немного. Максимум двое. Так что считать долго не придется. Влада не нужно заставлять учить уроки. Этот будет сидеть, заниматься, делать то, что доделать. Если же неправильно, там, может и переписать то, что не понравится здесь. Ну, то есть, и сделает. Рад, конечно, если переписал. Здесь у него были ошибки. А тут переписал и получает 4-5. Уже у него есть стимул. То есть, он начинает здесь вот больше-больше стараться. Вот так вот будешь делать. У тебя изнашивается только эта часть. Здесь новое полотно. Оно будет, наоборот, заедать. Вот пламя. В детских домах всех мальчиков непременно учат вышивать. А Владику нравятся уроки трудового воспитания. Оно дает настоящие мужские навыки. Мальчик посещает все факультативы и уже неплохо освоил школьные станки. И все же любимый кабинет Влада – это кабинет информатики. С компьютерами мальчик на «ты». Особенно любит посидеть в интернете. Вот только времени на это дается совсем немного. И поэтому Влад отчаянно мечтает о планшете. Я еще не раз не мог. А для чего тебе нужен планшет? С друзьями общаться. А где у тебя друзья? Это вот есть. Здесь? Ну, смотри, можно общаться с ними, подойти, сказать «привет» и поговорить. Зачем планшет для этого нужен? Ну, когда-нибудь они там дома уезжают домой. Взрослые отмечают, что Влад – необычайно спокойный ребенок. Он никогда никому не пристает, никому не грубит, не устраивает истерик. Он очень спокойный и даже немного меланхоличный. Если сделать замечание, Влад задумается и попытается исправить ошибки. У парня не бывает конфликтов со сверстниками. Он не пытается хитрить со старшими и говорит только правду. Ну, осознает, что перед ним взрослым, то есть дистанцию, не называет никогда ни на «ты». То есть с уважением здесь. И прислушивается. Если ругают, значит, за дело ругают. То есть осознает. Спросите у любого ребенка о любимом празднике. И, скорее всего, вы услышите, что это Новый год. У Владика такая же история. Больше всего он любит именно эти январские дни. За успехи в учебе и хорошее поведение в интернате Владика наградили поездкой к морю. Впечатлений было много. Но при этом мальчик признается, что предпочел бы отправиться туда со своей семьей.